Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Я Фатима Буталибова. И вот главные темы на сегодня. Горьковский автомобильный завод обеспечит МЧС Дагестана спецтехникой. По итогам жеребьевки 31 семя в Каспийске получат земельные участки. Госавтоинспекция проверила техническое состояние школьных автобусов в Махачкале. Горьковский автомобильный завод обеспечит МЧС Дагестана спецтехникой. Сотрудничество по созданию образцов современного пожарного и аварийно-спасательного оборудования обсудили на базе комплекса объектов дагестанских пожарных. В ходе мероприятия руководство МЧС, представители администрации Махачкалы и Каспийска, с сотрудниками группы ГАЗ провели осмотр и демонстрацию технических возможностей пяти образцов техники, а также шасси автомобилей. По словам директора Департамента государственных поставок Сергея Столярова, современное оборудование позволит с максимальной эффективностью решать задачи, стоящие перед структурами МЧС. Также он отметил экономичность, эффективность и экологичность представленной техники. Вы, наверное, знаете, что группа ГАЗ – это большое предприятие. Это порядка 13 предприятий восьми регионах Российской Федерации. Включают в себя основные производственные площадки автомобильный завод ГАЗ, Павловский автобусный завод, Ликинский автобусный завод и Курганский автобусный завод. Но мы, поскольку понимаем, что наиболее востребованной техникой в коммунальном хозяйстве у вас – это техника, построенная на шасси ГАЗ, мы решили показать вам и вашим коллегам основные шасси, которые мы изготавливаем и которые могут быть востребованы и представлять интересы. Подводя итоги встречи, глава регионального чрезвычайного ведомства Нариман Казимагомедов поручил сформировать и утвердить дальнейший порядок сотрудничества с представителями группы Горьковского автомобильного завода. Транспортный ОМОН Дагестанского управления Росгвардии отметил 25-летний юбилей. В РИО командира полковник полиции Шамиль Гасанов отметил, что со дня образования спецподразделения бойцы отряда своей самоотверженностью, мужеством и героизмом доказали верность делу. Со словами поздравления к ОМОНовцам также обратились герои России Загид Загидов и Баатр Гиндеев. Полковник полиции в отставке Магомед Гаджиба и Султанов. Они пожелали бойцам сохранить славные традиции боевого братства и быть до конца верными делу служения Родине. Отличившихся сотрудников наградили почетными грамотами и ценными подарками. Затем собравшиеся возложили цветы к мемориалу погибших сотрудников и почтили их память минутой молчания. В преддверии Дня Конституции Дагестана многодетные семьи из Каспийска получили земельные участки. Сегодня в администрации города прошла жеребьевка. В этот раз 31 семья получит участок, отвечающий всем установленным требованиям. Подробнее в нашем следующем сюжете. Вытянуть счастливый билет удалось 31 семье. Кому и какой участок достанется, распределяли с помощью жеребьевки. Горожане самостоятельно могли вытянуть свой номерок из специального кубка. Жительница Каспийска Индира делится своей радостью. Признается, что стояла в очереди на получение земельного участка около 10 лет. До этого приходилось снимать жилье и ютиться в однокомнатной квартире с тремя детьми. До меня дошла эта очередь. И я наконец-то путем жеребьевки получила земельный участок. Я очень рада. Ура! Честно говоря, очень не верилась. Я думала, наверное, это никогда не случится. Но все-таки это произошло. Я очень рада. И я желаю остальным, кто еще не получил, кто не верит, чтобы ждали бы, что до каждого эта очередь дойдет. Специальная комиссия отбирала территорию, которая должна была соответствовать всем нормам. Размер участка не менее 400 квадратных метров. А горожане, в свою очередь, должны были написать заявление в МФЦ. Я именно в 2012 году, когда нам сказали, что можно встать на очередь в МФЦ, случайно написали заявление. Я там какое-то время проработала и услышала, что есть такая возможность и написала заявление. Но, честно говоря, не ожидала, что так будут выдавать. Свой участок в Каспийске ждут еще более 2000 человек. Мэрия города признается, что обеспечить всех землей очень трудно. Однако, для этого будут предприняты все необходимые меры. Городской округ просто у нас ограничен со всех сторон. С одной стороны морем, с другой стороны Каспийским, с другой стороны Карабдахенским районом. И мы не имеем, кроме того, что у нас сейчас есть в наших границах земельных участков. Но, в любом случае, мы постараемся изыскать и продолжим работу по предоставлению земельных участков, конечно, в дальнейшем. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Каспийск. Техническое состояние школьных автобусов проверили в Махачкале. Сотрудники ГИБДД проинспектировали наличие разрешительных документов на перевозку детей, свидетельства о регистрации, диагностические карты о прохождении техосмотра. Такие мероприятия проходят в рамках подготовки к началу учебного года. Как оказалось, не все школьные автобусы находятся в удовлетворительном состоянии. Необходимо устранить выявленные недостатки в кратчайшие сроки. А затем специалистами будет проведена повторная проверка транспорта. Отметим, что данное мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения, а также безопасности детей, которые с 1 сентября будут направляться в образовательные учреждения столицы. В городе Махачкала проверены транспортные средства, которые находятся на балансе у образовательных учреждений, предназначенные для перевозки детей. При проверке обращается внимание на наличие документации, то есть это разрешительные документы, свидетельства о регистрации транспортных средств, диагностическая карта о прохождении технического осмотра, страховой полис, обязательное устрахование гражданской ответственности. Конечно, транспортные средства, которые были представлены для проверки, находятся в некотором удручающем состоянии. По итогам проверки будет подготовлено письмо, которое будет направлено на имя руководителя управления образованием города Махачкалы. Дано будет время для устранения всех недостатков и через некоторое время проведем повторный осмотр всех транспортных средств. В Дагестане насчитали 258 тысяч заявлений на школьную выплату. Предполагается, что деньги на подготовку к учебному периоду могут получить более 580 тысяч детей. В отделении Пенсионного фонда России по Республике Дагестан продолжают принимать заявления на единовременную выплату школьникам в 10 тысяч рублей. В 99% случаев они отправлены через госуслуги. Статус заявления можно отследить в личном кабинете. Зачисление выплаты на счета заявителей начнется 16 августа на карты различных платежных систем. Напомним, по указу президента, единовременная выплата на школьников предоставляется семьям, которых детям исполняется 6 лет, не позже 1 сентября, а 18 – не раньше 3 июля. 43 человека погибло от ковида за неделю, почти 430 человек госпитализированы. Такие данные озвучили на видеоконференции, посвященной новой коронавирусной инфекции Сергеем Меликовым. Глава республики отметил, что с начала пандемии до середины июля в республике зарегистрировано почти 40 тысяч случаев заражения COVID-19. В середину мая число лиц, находящихся на госпитализации, увеличилось более чем в 7,5 раз. Большинство вирусов подтверждает его индийский штамм, который является наиболее агрессивным. При этом численность привитых граждан в Дагестане около 211 тысяч человек – это около 10%, самый маленький процент по стране. С докладом о принимаемых мерах по оказанию медпомощи и формированию резерва лекарственных препаратов выступила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Она добавила, что Минздрав готовит дополнительные 80 коек в одной из республиканских больниц. Кроме того, было отмечено, что некоторые больные будут переведены в негосударственные медучреждения. Отметим, что один из мобильных пунктов вакцинации продолжает функционировать в центре Махачкалы на площади имени Ленина, здании Дагестанского государственного медицинского университета. Все желающие могут пройти иммунизацию с 10 утра до 6 вечера. С собой необходимо иметь копии паспорта с НИЛС и страхового полиса. В Дагестане хотят возродить заброшенное село Гамсутль. Группа инициативных граждан возрождения обратилась в Минимущество Дагестана. По их словам, необходимые условия для туристов в заброшенном ауле могут создать именно местные жители. Предки их родового села переселились в Чох из-за транспортных сложностей. Однако в настоящий момент такой проблемы не существует. Местные жители просят, чтобы им предоставили земельные участки для введения подсобного хозяйства и строительства домовладений. По итогам встречи принято решение пригласить главу села Чох и обсудить более детально озвученные в ходе встречи вопросы. Матч с участием махачкалинского легиона «Динамо» откроет новый сезон ФНЛ2. Первый тур в сезон 2021-2022 стартует матчем новороссийского черноморца и махачкалинского легиона «Динамо». Игра команд состоится сегодня вечером в 19 часов в Новороссийске. Завтра свои первые матчи проведут две другие дагестанские команды. Анжи примет дома «Волгоградский» «Ротор-2», а махачкалинская «Динамо» сыграет с «Дружба» из Майкопа. И к этому часу у нас все. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин